Аковцы пресчегали мешкацов Хуто-Пеняцкой, чтобы они не играли сел в родецком партизантке, потому что для них всех зле кончить сел. Национально-украинский. Если бы это шло о Украине социалистической, коммунистической, там бы были только похвалы в этом фильме. А так там только негатив. И из этого всего негатива есть уже на тюле документально подтвержденные невымислы, вещи, о которых каждый причинный коллег должен знать и видеть. О Хуто-Пеняцкой, что все твердят, не говоря о кламчуге и о кисемашке, уже все под этим кламством твердят, что дивизия Халичина и ей подобные бандеровцы, коллаборанты, фашистов и остальные, а решта, целая нация эта украинская, вычела, заржнула невинные абсолютно хуто-Пеняцком. Все, которые никому не присказали, которые были святы. И так все потом повторяем о этих святостях. И, пожалуйста, здесь русский, русский, оригинал, коммунистический, который против нации украинской, а только за русским, за пролетариусом всех народов мира, Европы, чтобы этот пролетариус один, все. Грация и различные все. Пожалуйста, до внимания. 23 февраля 1944 года, часть Галиции намагалися выйти во все хуто-Пеняцкое. Малая вещь ничем не отражнялася от соток других. Около 200 домов и тысячи мешкацев. Але тут znajдывался свой отдел самообороны. Його боевка же, динке звенску з радецком партизанком, были нежели озброены. Для этого украинским войскам дали достойный опор. В этой вальце первый раз часть дивизии отнесли первые страты. Трохи позднее двое украинских журналистов были достойно похованы. Близко месяцу вальг. Але их товарищи вручили на все, взяли ту вещь, спалили все хаты, изнишили всех мешкацов. И таких эпизодов на личнику дивизии было немало. Большая часть служивших в дивизии Галиции оказались в брытийском обозе под ременем. Экстрадыции Звездка Радецком они уникнули. Одна из причин вспоминания Ватикана. Папа Пий XII узнал этих журналистов добрыми католиками и верными антикоммунистами. Прежде Англиками повстало питание, что делать с этими людьми. Экстрадовать их невольно, удерживать за дорогу. Высще зналяло все. Великобритания выдала бывым эсэсманам ангельские паспорты и привезла их до Лондоня. Их оседлили в Нотинге. А далее для них началось обычное, суддейное жище. Это не дементует всех, не спростовывает всех митов, но такой один мит, та антиукраинская, антинациональная украинская пропаганда и смонтированный фильм с Россиянами коммунистическими. Такие самые фильмы, которые были смонтированы и против журналистов выклентов в свои часы. Хорошо, не буду на рассуде, чтобы вы не живые клиенты и упали. Вы судите, что это информация, которая имеет на очне, без никаких конфабилаций. И не хочу выслушать и читать. Прецизивные, правильные, исторические, статистические данные, в которых говорится, что... Это кельнские, выбитные вензения. Суинные, самые срегиалистичных регул. Илья в этом вензене было страдано противников Рейха. На початку вздумения я не услыхал ответа. Но на пэма келькасет человек. Втэдэто мне пришло на бачность. У нас в Беларуси только в внутреннем вензене НКВД, только за одну ночь было расстреляно 100 выбитных представителей. А в другой ночи стреляно по 200, по 300 человек. Фактычно. То значит за две, за три ночи функционирования вензения НКВД было снисшено. Венцей, ниже за целый час истнение нацистского режима в кельнском вензене гестапо было снисшено людей. Гестапо выбияло знания против людей, против людей, которые реально створили или намагали себя створить загрожение для Немцов. НКВД выбияло знания из тех людей, которые, как обычно, никаких преступлений не делали против влады радецкой. И в голове они не посадали żadной мысли пополнять каких-то преступлений против влады радецкой. Та хута Пенецкая в те часы была в оккупации хитлеровской. Еще далеко была та линя фронта радецкая, а там была оккупация. И там радецкая партизанка, и даже не пишут, не говорят о том, что из дерева костюла был заинсталован карабин машиновый, который стрелял по надходящим Немцам. И тут тоже в этом фильме не говорится, что тхурзовские силы провокатов партизанки радецкой спровокировали то, а сами уехали. И мы говорим, дикторы уже с первого раза не взяли, вручили, замордовали, спалили целом вёльхе. Идиотизм, а что какие-то паинства, либо тоталитарные, были какие-то, либо режим тоталитарный, тоталитарный тоже еще дозволил собе мечь на их теренах, тего паинства, якомсь вёльхе, которая очень мощно озбранена и дает опор збройным. Что между регулярной армией врумахта, СС-дивизией Галичина, были ранны и забиты зоонежи. Но ваше же польским псевдохистерикам, псевдободатчам и конфаблиантам, манипуляторам те выражения и те документы ничего не говорят. Бо они конфаблируем и манипулюем только с одним целью, чтобы то повернуть все до паинча, жещи Волинска. Повернуть разом с коллаборацией, фашизмом, ну, такие ключевые слова. И тыли, на тыли варты, хестерицы с польской страны, мистета, чтобы их называть поляками. 23 февраля 1944 года части Галиции попытались войти в польское село Гудапинятска. Небольшое село ничем не отличалось от сотен других, около 200 домов и тысячи жителей. Однако здесь имелся свой отряд самообороны. Его бойцы, благодаря связям с советскими партизанами, были неплохо вооружены. Поэтому украинским войскам дали достойный отбор. В том бою части дивизии СС Галиция понесли свои первые потери. Чуть позже двое украинских солдат были похоронены со всеми почестями недалеко от места боя. Но их товарищи вернулись в село, захватили его, сожгли все дома и уничтожили всех жителей. И таких эпизодов на счету дивизии СС Галиция было немало. Вот кернская знаменитая тюрьма, самое жесткое по содержанию. Сколько в этой тюрьме было казнено противников Германии? Ну как-то сначала я не услышал ответы, ну наверное несколько сот человек. Тогда меня немножко насторожило. У нас в Беларуси только во внутренней тюрьме НКВД было за одну ночь расстреляно более ста видных представителей. А в другие ночи стреляли по 200 и по 300 человек. То есть фактически за две или три ночи функционирования минской тюрьмы НКВД внутренней было уничтожено больше, чем в Кельне в тюрьме гестапо за время существования нацистского режима. Гестапо выбивало показания из людей, которые реально совершали или пытались совершить преступления против Германии. НКВД выбивало показания из тех людей, которые, как правило, никаких преступлений не совершали против советской власти. И в голове у них не было их совершить.